Эти работы прислал нам Миран. Он проживает в городе Новороссийске. И он эти работы как бы делает у себя для души. Мы уже один фильм видели, он делал «Рыцаря», а это он нам еще прислал свои фильмы. Вот смотрите, это, наверное, типа беседки. Он показывает, как он оформил вход, угол, декоративную штукатурку. И смотрите, какие у него интересные шампура и приспособления для шампуров. Это, видать, какой-то каминный зал у него. Ну вот такой развернутого фильма нет. Но вот что мы есть, я собрал в один фильм. Посмотрите, интересная покраска, такой вот цвет такой. А сзади и дерево, и бетон. И вот у него этот барбекю. Ну а потом дальше я попросил его снять фильм. Он сам расскажет, как он его делал, его взгляд на барбекю. И вот видите, портал у него такой под старое дерево, бремотки сделан. И дело в том, что камин очень грамотно сделанный. Он, большая топка, удобно. А вот с этим рыцарем, вы его уже видели, я этот фильм выставлял. То есть это его работы, достаточно сложные, интересные. И вот у него есть такие вот, это его ребенок его смотрит. Ему это нравится, все это в его доме. И вот он так угрожает свое жилище. То есть у Мирана есть тяга к творчеству и понятие скульптуры. Потому что по тем работам, которые он присылал, видно, что у него есть очень хорошие задатки скульптора. Ну вот теперь он показывает, будем говорить, оформление своего, давайте каминного зала назовем. Или это беседка. И посмотрите, достаточно интересно. И он сам расскажет про свою работу. Так, ну по мангалу, как бы основа из блока, сама имею в виду, ну вот стенки, на чем стоит. Снизу под ним подушка бетонная, на арматуре. То есть потом, здесь тоже подушка бетонная, сверху арматура, связки. Потом идет кирпич. Это у меня упорно. Кирпич, я делал без всяких зубьев, то есть внутри без ничего. Никуда дым не валит, ничего не происходит. То есть сделана просто обычная труба и с шагом где-то так получилось 4. 4 ряда идет сверху огнеупорного, потом идет обычная облицовочная. Сама труба уже обычная облицовочная. Ну стоит, не рвет ее, ничего, нормально. То есть температуру выдерживает. Но вот эти ряды, то есть по-любому 4 ряда из огнеупорного кирпича, верхних. То есть выходил на, плохо видно, на принцип пирамиды, то есть сдвигал по 2, или по полтора, или по 2 сантиметра, уже не помню. До вот этого размера. Получилось 4 ряда желтого. Сверху все это дело закрутили сеткой. Сетку, я не знаю, правильно или неправильно, сетка была оцинкованная, плотная такая, очень жесткая. И на нее уже вот этот арт-бетон делался. Здесь тоже такой же камень, такой же кусок стены. Еще по укладке. Значит, мне все понасоветовали, что надо ложить ее на глину. Специально вот эту для мангалов, которые я выложил ее на глину. Вот этот ряд и, по-моему, еще несколько рядов. Прошло 2 или 3 дня, она руками снималась. То есть, мне показалось, что это вообще не надежно совсем. Я взял мастику, специальная мастика идет в банках, которая выдерживает, по-моему, 1000-1200 градусов. И на эту мастику ложил. То есть, на эту мастику просто намертво вообще оторвать его практически нереально. Но говорят, что их, то есть, если их ложишь на глину, он лежит под собственным весом, стоит все эта конструкция. Но мне показалось, что не совсем это надежно, когда можешь руками взять его и оторвать. Поэтому я положил на мастику все это дело собиралось. Всем привет! Как я добился этого цвета? Просто этот вопрос все постоянно задают. Значит, сначала первый слой, ну, естественно, грунтовка. Потом прокрашивалась таким темно-серым акрилом. Потом губ прокрашивалась кисточкой просто. А затиралась уже сначала бронзой, тоже акриловой. А после бронзы уже серебром таким с глянцем, которое... Ну, как бронза в маленьких баночках, которые тоже акрилом. То есть, затиралась губками, как бы втиралась. И получился такой цвет. Вечером, когда свет падает на стенку, то есть, она блестит вся. Это стена в беседке. Так, по потолку. Ну, по потолку обычная вагонка. Обожженная. На обрешетку, то есть, сбитая. Балки. Балки, значит, с трех досок сделаны. Состарены. Скрыты пропиткой. Ну, это у меня есть подборка эскизов. Камины, барбекю, разных скульпторов-художников, от которых я учусь. Ну, у меня есть коллекция большая. И все, что мне нравится, я как бы по папкам раскину. Ну, кину немножко вам для зрителей. Может, что-то себе интересное почерпнете. Потому что очень много серьезных мастеров, которые делают, смотрите, какие камины, барбекю, залы. И просто вот что-то можно себе почерпнуть. Вот какой-то, видите, или это натуральный камень, или это арт-бетон, уже не разберешь. И, видите, уличная какая-то, не знаю, беседка, прям без крыши, без ничего. А это вот камень прямо во дворе. Ну, он, видите, стационарный камень или газовый. Ну, такой вот дизайн. А это вот такого плана мы работы делаем очень много. Такие пни, барбекю. Продолжение следует...